Светлана Панфилова и Анастасия Ткачёва. Эти имена вошли в историю люберецкого образования. Девушки стали победителями окружного конкурса «Педагог года-2022». После финала проекта наша съемочная группа встретилась с ними вновь, но на этот раз на рабочем месте. Здравствуйте, кадеты! Здравствуйте, товарищ учитель! Тема сегодняшнего урока – восточные славяне и их соседи. В роли учителя Светлана Панфилова представляла себя еще в раннем детстве. Мягкие игрушки были учениками, а она – строгим наставником. Любовь к этой профессии передалась по наследству. Прабабушка, бабушка, мама и даже крестная Светлана – педагоги. Без знания прошлого не может быть будущего, поэтому девушка выбрала своим предметом историю. Всегда любила загадки. Всегда нравилось узнавать что-то новое, в чем-то копаться, разбираться, искать правду, отделять правду от мифов. Люблю факты, когда можно о чем-то подумать, поразмышлять, даже пофилософствовать в какой-то степени. Упорство и трудолюбие привели Светлану на ежегодный проект «Педагог года». Несмотря на небольшой стаж работы 4 года, на конкурс отправили именно ее. Молодой учитель принес к детской школе долгожданную победу. Эта победа, конечно, прежде всего Светы, но это большой труд, большая работа, большое вообще такое событие для нас, для всей школы. Подключились все. Не остались в стороне и любимые ученики. Без их поддержки, уверена Светлана Юрьевна, победы бы не было. Светлана Юрьевна очень-очень добрый учитель. И она очень понятно объясняет любые темы по истории и общественному знанию. Хочется ее слушать. Вот это жилет, голова, корона, волосы и ноги. Я нарисовала вот коричневые волосы, корону, губки и реснички. Воспитанники группы «Ягодки детского сада 53» делают рисунок на свободную тему. Клавдия и Герман изображают на белой бумаге своего воспитателя Анастасию Николаевну. Потому что она самая красивая Анастасия Николаевна, нежная. За нами ухаживает, гуляет с нами, занимается, рисует с нами. Время, проведенное в стенах детского сада, самое лучшее. Уходя из дошкольного учреждения, Анастасия Ткачева пообещала себе, что обязательно вернется сюда во взрослой жизни, чтобы передавать детям ту любовь и заботу, которую сама получала от воспитателей. Быть воспитателем – это очень ответственная профессия. Она не терпит случайных людей, которые в нее приходят. Поэтому для меня важно быть ответственным, целеустремленным, активным, позитивным, чтобы дети видели меня, заряжались моей энергией, видели прекрасное, необычное, в простых вещах. Анастасия Ткачева работает в детском саду всего пять лет. Но молодой педагог уже удостоен высокого звания – воспитатель года. Мы, конечно, безмерно гордимся Анастасии Николаевны. Это даст ей толчок к новым вершинам, к новым победам, к новым свершениям. Покорять новые вершины победителям конкурса «Педагог года» предстоит уже совсем скоро. В апреле состоится областной этап проекта. Светлана Панфилова и Анастасия Ткачева активно готовятся к предстоящему событию и надеются только на победу. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.